МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сто процентов футбола. Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Дерунец. И мы, как всегда, в ближайшие два часа говорим о футболе, о главной игре на главном спортивном радио страны. Что нас и вас ждет в ближайшие два часа? Конечно, главная тема сегодня – это сегодняшние же матчи Лиги Европы. Лихорадочные от всей души будем болеть за локомотив, за Рубины, за Краснодар, начиная с 21 часа. Все матчи, естественно, за всеми матчами следим в прямом эфире на Спорт.ФМ. Сегодня вплоть до часа ночи наш эфир. Поэтому оставайтесь с нами. Будет круто, будет интересно. Закроем Еврокубковый сезон все вместе. И, конечно, сегодня в течение нашего эфира говорим прежде всего о Лиге Европы. Но, вспоминая мы вчерашний матч Лиги Чемпионов, у нас будет для вас эксклюзивное интервью Артема Дзюбы по итогам вчерашнего матча с «Зенитом» в Бельгии. Послушаем его. Также, конечно, поговорим и о матчах и об успехе, относительном успехе английских команд. Поговорим о завершении года в Академии Московского «Динамо». Поговорим об объединении брендов московского «Спартака». Ну и, естественно, перенесемся во все города, где сегодня будут играть свои матчи российские клубы в Лиге Европы. Но вопрос у нас сегодня, как и накануне, как и позавчера, у нас к вам такой достаточно простой. Сумеют ли три российских клуба пройти в плей-офф Лиги Европы? Сумеют ли три российских клуба пройти в плей-офф Лиги Европы? И напомню, что был оптимистом у нас Нобеля Рустамян. И во вторник и в среду относительно выступлений ЦСКА и «Зенита» не срослось. Сегодня оптимистом побуду я. Верю, что все три российских клуба мы увидим в корзинах в понедельник во время жеребьевки 1-16 Лиги Европы. Краснодар уже там. Локомотиву нужна ничья в Албании. Мне кажется, мы излишне накручиваем себя по поводу уровня соперника с Кендер-Бео. Уж ничью локомотив точно вырвет, а думаешь, что и победит. Ну и касательно Рубина, казанцы в хорошем состоянии, в хорошей мотивации приехали во Францию. Ливерпуль в кубках на ходу тоже может помочь. Ну и нас на связи. И сегодня будет следить за одним из матчей Лиги Европы. Правда, не с участием российского клуба Нобель, а Рустамян. Нобель, привет тебе. И слушаем твое мнение по поводу выступлений на российских клубах в сегодняшних матчах Лиги Европы. Мнение Нобеля. Здравствуйте, друзья. Ну, я не столь оптимистичен. Во-первых, все же надо понимать, что для Рубина должно быть два события. Победа, собственно, команды из Казани и параллельный матч в сегодняшний Ливерпуль. Это важный момент. Ну и по локомотиву я верю, что Патис пройдет дальше. Но я думаю, что там будет непростой матч. Мы знаем, как албанцы могут болеть, тем более против российской команды. И мы понимаем, что вы понимаете, что в самом лучшем состоянии. Поэтому все же, если два, даже не два, а три матча должны совпать, что вот эти три команды российские прошли дальше, пока я в это верю по трудам. Да, вот такое вот мнение Нобеля. Голосуйте на нашей страничке ВКонтакте. Опрос уже висит, как и на сайте sportfm.ru. Сумеют ли три российских клуба пройти в плей-офф Лиги Европы? Пока 62 на 38. Оптимистов меньше, нежели пессимистов. Нобеля поддерживает больше. Нобель у нас на связи сейчас по-прежнему. Он находится в городе Неаполь, где сегодня команда Станислава Черчесова, Варшавская Легия, тоже с небольшими шансами на проход дальше, будет играть против Неаполи, который уже прошел. Но об этом матче мы с Нобелем поговорим через час, когда будем говорить непосредственно и о вчерашней игре Рома Батея. Сегодняшний, сейчас Нобель все-таки о российских клубах чуть подробнее. Давай начнем с Краснодара, который уже обеспечил себе выступление в весенней части Еврокубках, но борется за первую строчку. На мой взгляд, игра против Габалы сегодня будет очень тяжелая на выезде. И едва ли мы уже сейчас можем говорить, что Краснодар не просто вышел, но и первый обеспечил себе строчку. Ну, я думаю, что Лиги Европы, Димс, уже значимость первого-второго места не очень важна, потому что там слишком много команд, и команды из Лиги Чемпионов приходят, то есть там на самом деле комиссар обка получается, что, мне кажется, глобально это не Лига Чемпионов, здесь четкое понимание того первого-второго места, для меня. Поэтому я думаю, что для Краснодара все же важен факт выхода в плей-офф, а не потенциально первое или второе место. Ну, мы же тут считаем очки, да, очки в пресловутую российскую копилку. После Лиги Чемпионов, когда, к сожалению, мы набрали мало баллов. Ноль. Конечно, хочется, да, хочется, чтобы ситуация изменилась для наших команд, для нашей страны. Поэтому, да, естественно, желаем победы Краснодара. По Рубину, я уже сказал, мне кажется, что для Рубина, я допускаю, что Рубин обыграет Бордо, хотя это было непросто, и надо понимать, что играем против команды очень сильно, и, в принципе, команды французские всегда были непростыми для российских клубов, как исторически, вот в моей памяти, по крайней мере, так отложилось. Ну, и потом Ливерпуль Сион, конечно, Ливерпуль может обыграть Сион, вот верится, да, это не какая-то сверхъестественная задача. Но все равно, все равно, все же здесь должно слишком много совпасть, чтобы Рубин прошел дальше. Да, Нобеля, сейчас паузу, и потом по локомотиву. На дороге Москвы переносимся. Движение плотное, 5 баллов по оценке портала Яндекс.Пробки. Крупнейшее шоссе энтузиастов от МКАДа до светофора у дома 68. О, это уникальная точка теперь, любимая моя в оценке расстояния пробок. Скорость потока 7 километров в час, время проезда 1 час 12 минут. Будьте внимательны, вот на какой грозный светофор у дома 68 на шоссе энтузиастов. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. Меня зовут Дмитрий Дерунец. У нас на связи мой соведущий Нобеля Рустамян. Задаем сегодня вам вопрос. Сумеют ли три российских клуба против плей-офф Лиги Европы? Голосуйте. Спорт-ФМ.ру, страничка Спорт-ФМ ВКонтакте. Нобель, у нас на связи. Остановились мы на локомотиве. Насколько, Нобель, тебе кажется, что локомотив сумеет справиться с теми проблемами, которые, ну, безусловно, были в ноябрьских матчах и в декабрьском тоже у железнодорожников. И насколько мы, может быть, переоцениваем угрозу со стороны Скендербеу? Ну, мне кажется, что локомотив просто непредсказуем в зампы себе, потому что между вот этими неприятными спадами и матчами был, например, абсолютно с хирическим альтинитом, где локомотив выиграл очень уверенно. Понятно, что локомотив должен был обеспечить все выходные группы в матче со Спортингом. Все же набрать в первых двух матчах шесть очков и отложить дело до шестого тура, это все же, у нас, не самое приятное. Напомню, локомотив начал очень хорошо этот турнир. Сейчас я больше опасаюсь даже не футбольного аспекта Кендербеу, аспект болельщиков, который, помним, такая была неприятная история между российскими и албанскими болельщиками в первом матче, и настроился уже на Россию, Албане особо, я думаю, что объяснять, почему не надо. И поэтому это, конечно, может сказаться. Плюс локомотив, конечно, команда опытная, но вот именно психологически в плане Беги в опыт может дрогнуть где-то. Хотя, честно, я верю, что локомотив пойдет. Я думаю, что худо-бедно еще локомотив сыграет, скорее всего, и окажется в поле от турнира. Но все равно опасения, подозрения некоторые могут быть. Ответки по причинам, которые уже назвал. Ну и давай еще раз касательно Рубина. Вот все-таки команда, за которую мы больше всего переживаем. И здесь меньше всего такой уверенности именно в казанском коллективе. Вопрос, может быть, по составу на сегодняшнюю игру. Насколько вот нынешний состав Рубина. Мы помним первую игру против Бордо. Ну такая ничья была, боевая. Пожалуй, французы чуть были ближе к победе. Сегодня Вилли Саньоли, уже потерявший шансы вместе с своим коллективом на проход дальше, говорит, что несколько будет ротация состава у Бордо. Ну вот это может помочь Рубину? Ну, конечно, может помочь. Конечно, может помочь Рубину. Но я повторю, что сам Рубин пока что у Лиги Европы, кроме двух игр, даже одной игры с Ливерпулем, ничего выдающегося не сделал. Мягко скажем. Поэтому, Дмитрий, я думаю, здесь вопрос остается. Нобель, спасибо тебе большое. Свяжемся с тобой через час по поводу накануне матча Рома Батте. Невероятного и сегодняшнего матча Наполи и Лиги. Напомню, Нобель сейчас находится в Неаполе, где сегодня команда Станислава Черчесова сыграет именно с клубом Наполи. Ну, а мы продолжаем говорить о российских клубах в Лиге Европы. Пишите нам, 55-33, в начале слово спорт, вайбер, ватсап, 8-9-2-5-2-2-2-2-93-2. Ну и, естественно, страничка 100% футбола ВКонтакте. Французы так от нас убегали, что Португалию догнали. Локомотив должен сыграть через немогой, выйти из группы. Нам нужны две команды в Лиге Европы весной. Но вот вы не верите в три, верите в две. Вообще сегодня, вот видите, вспомните, друзья, мы так немножко сделаем перекидку от Лиги Европы в целом уже к подведению итогов выступлению российских клубов в Еврокубках этой осенью, ну, осенью и в декабре, да. Вспомните, как мы лихорадочно, как вы нас просили лихорадочно после каждой победы «Зенита» считать эти баллы до Франции. Говорили, ну давайте, давайте немножко потерпим все-таки, потому что шестой тур уже всех рассудит. И сейчас вот вам, пожалуйста, получаем мы две победы Леона и ПСЖ, два поражения «Зенита» и «ЦСКА». Глобально это по нам, кстати, не очень сильно ударило. И так было понятно, что ПСЖ пройдет, а Леон не пройдет. И Леон за эту победу получил свои победные там баллы, но бонусы не получит, потому что ни в Лиге Европы, ни нигде он не будет. И сегодня важнейший матч, вы понимаете? Три клуба российских, да? При этом у Франции подвисли Марсель и Монако. Сами понимаете, одна картина, если Марсель и Монако проходят дальше, другая картина, если они не проходят дальше. Поэтому, поверьте, давайте еще раз сделаем сейчас вот именно паузу с точки зрения какой-то паники по поводу итогов целом сезона «Догоним, догоним Францию и Португалию», да? И подведем их уже завтра. Сегодня будьте с нами. Денол подавляет основную причину хронического гастрита, способствует устранению воспаления слизистой желудка. Денол – верное решение для гастрита лечения. Курс лечения 4-8 недель. Необходима комплексная терапия, имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Он доплыл до первого разряда по плаванию. Он доигрался в кутаистском торпедо до перелома. Он выбежал на поле во время матча России-Португалии на Евро-2004 по футболу, потому что был против удаления Овчинникова. Он – Атар Кушанашвили. А что вы сделали для российского футбола? Слушайте «Сто процентов утра» на «Спорт.ФМ» утром. «Спорт.ФМ» – «Сто процентов футбола». «Сто процентов футбола» – с вами Дмитрий Дерунец. Мы говорим, естественно, о футболе. И, друзья, естественно, не сделал это в первой четверти. Делаю сейчас. Конечно, искренне всех поздравляю с Международным днем футбола. Большой наш с вами, как болельщиков и любителей футбола, праздник. Конечно, играйте в футбол, любите футбол. И мы все с вами будем за футболом продолжать следить активно, активно, активно. Так что большой праздник. Продолжаем его отмечать. Но накануне никаких преждевременных призов нам футбольный клуб «Зенит» не подарил. Сегодня ждем подарки от клубов «Рубин», «Краснодар» и «Локомотив». Москва накануне «Зенит» проиграл. Ген с отсчетом 1-2. Вы знаете, лично я хотел бы сравнить этот матч, то, как он развивался, то, как он завершился, с сегодняшним матчем «Бордо-Рубин», который, считаю, ну, наверное, самым интересным в плане футбола в сегодняшних матчах Лиги, Лиги, соответственно, Европы, с участием российских команд. Есть немотивированное «Бордо», уж простите, это не название вина, и «Рубин», который имеет шанс пройти в Лигу Европы весеннюю часть. Накануне был немотивированный «Зенит» и «Гент», у которого мотивация была чрезвычайно высока. И вроде бы можно обвинить наших парней в том, что они каким-то образом не добежали или играли спустя рукава. Нет. Но тренерский штаб немножко пожалел лидеров. Аксель Вицель в предыдущем туре получил специально лишнюю желтую карточку, чтобы внулиться. Халка не взяли, чтобы этой лишней желтой карточке не случилось. Ведь игроки видят это отношение тренерского штаба. И поэтому вроде бы и все вышли, и каждому есть что доказывать. Юсубов, Рязанцев, новая схема в три центральных защитника. Выходит, молодежь играет и получает достаточное время по меркам Лиги чемпионов, да? Но все-таки немножко в моментах каких-то «Гент», где-то перепрыгнул, как в эпизоде с первым забитым мячом. Потом ведь по объективным футбольным причинам «Гент» же слабее. «Гент» отдал инициативу «Зениту», но затем опять в какой-то момент добежал чуть-чуть лучше, провел какую-то контратаку, оказался чуть сконцентрированный и выиграл. Я желаю, чтобы сегодня Рубин был так же сконцентрирован на моментах, как и «Гент». И тогда у казанцев все обязательно получится. Мы сегодня дозвонились до форварда «Зенита», автора забитого мяча матча накануне в Бельгии. Артема Дзюбы проспрашивали его об этой игре. И давайте послушаем эксклюзивное интервью Артема Дзюби «Спорт.ФМ». Прямая речь Команда была мотивирована. Мы очень хотели победить, потому что войти в историю в 6 из 6 очень мало. Команд 5, по-моему, команд всего достигало такой отметки. Поэтому мы были мотивированы сверху. Вопрос в другом, что, конечно же, нам не хватало все равно ресурсов в плане наших футболистов. У нас не играл Шатов, Олег, Игорь Смольников, Аксель Витцель и Халк. Все эти ребята основные футболисты. И, конечно же, что греха таить, особенно Халк, ключевая фигура в нашей команде. Я думаю, что нам, конечно, было тяжело в этом матче. Плюс поле не самого лучшего качества, плюс судейство тоже не в нашу сторону. Поэтому все вместе здесь. И мы не очень хорошо играли. Не скажу, что прям хуже, чем Гент, но, в принципе, Гент был поопаснее. Особенно в первом тайме, во втором, может быть, мы уже. Мы были мотивированы, но просто в этот вечер Гент не заслуживал поражения. Наверное, все-таки ничья была более справедливой. Но с физической точки зрения, конечно, это немножко тяжело психологически, что понимаешь, что вот уже, в принципе, мы ничего не теряем. И остается уже все одна игра, проходит. Тут не тяжело. Тут уже, понимаешь, что последняя игра, можно выложиться и уже отдыхать. В плане проблем, я думаю, мотивации не было. Мы очень хотели выиграть и войти в историю. К сожалению, это не получилось. Это Артем Дзюба, эксклюзивное интервью Спорт-ФМ. Спонсор выпуска ООО Селоникар. Продайте машину за 30 минут на carprice.ru Движение плотное на улицах Москвы. 5 баллов по оценке портала Яндекс.Пробки. Крупнейшая пробка сейчас на шоссе энтузиастов. Будьте внимательны. А теперь информация о том, как выгодно продать машину в декабре. Оставьте заявку на сайте carprice.ru, приезжайте на ближайшую точку продаж и получите деньги за 30 минут. Мы ждем вас. CarPrice. Как трейд-ин, только выгоднее. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Напоминаю, что мы спрашиваем вас сегодня, сумеют ли три российских клуба пройти в плей-офф Лиги Европы. 62% из тех, кто голосует на нашей страничке ВКонтакте, считают, что нет. Три российских клуба выйти не смогут. Краснодар, напомню, уже в Лиге Европы, уже в плей-офф Лиги Европы. Рубину и Локомотиву эту задачу с разной степенью сложности придется сегодня решать. Голосуйте. Ваше мнение нам очень важно. Напоминаю, мы на этой неделе запустили голосование в преддверии жеребьевки Евро-2016. Послезавтра эта жеребьевка пройдет. И накануне мы определились тем, что больше всего слушателей Спорт-ФМ из первой корзины хотят увидеть в сопернике сборной России команду Португалии. Сегодня я сейчас подвожу итоги голосования по поводу третьей корзины Евро-2016. Итак, вы голосовали. Как же вы хотите все-таки, чтобы сложилась жеребьевка? Какая команда, на ваш взгляд, наиболее удобна России в плане статуса соперника в Лиге? Не в Лиге, конечно, на чемпионате Европы-2016. Итак, проголосовало, слушайте, слушайте, полутора тысяч человек. Меньше всего вы хотите увидеть сборную команду Чехии. Также не сильно вы хотите увидеть в составе соперника сборной России, в составе нашей корзины, команду Словакии. Маловероятно шведов. Вновь повторение нашей встречи. Не очень вы хотите встретиться с командой Польши и два фаворита. Но есть один с большим отрывом и второй. Румыния набрала 21,5% среди наших слушателей и с большим отрывом 29,5% победила из третьей корзины команда Венгрии. То есть на данную секунду мы получаем такую корзину для сборной России, идеальную, по мнению слушателей Спорт-ФМ. Португалия, Россия, Венгрия. Сегодня в 20.00 будет обнародовано еще одно голосование по поводу нашего соперника из четвертой корзины и завтра подведем уже итоги. Реклама Загадайте машину на Новый год. В декабре совершите в ОБИ покупку на сумму от 2000 рублей и получите скидку 200 рублей на покупки в январе и шанс получить автомобиль. ОБИ. Сделаем вместе. Акция проходит с 1 декабря 2015 года по 31 января 2016 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на оби.ру. Савеловскам от выбора подарков голова идет кругом. Если хочешь своим близким сделать праздник очень ярким и в Савеловском, купите новогодние подарки. Для жены, для ребенка, для родных и для друзей. За новогодним настроением. Все в Савеловске скорее. Торговый комплекс Савеловский. Это 4 торговых центра на одной территории. Модный, детский, компьютерный и мобильный. Сущевский вал, дом 5. Торговый комплекс Савеловский. Достоин вашего внимания. Повернут на ваших желаниях. Встречайте Новый год в атмосфере роскоши и под звуки джаза. В резиденции Крымский Брис. Выступление группы Дефас и британского исполнителя Лекстера. А также детская программа и презентация эксклюзивных блюд. С 31 декабря 2015 года по 10 января 2016. Подробности на крайме. Брис.ком. 6+. Для ценителей комфорта и охотников за выгодой. Квартиры. В городе на реке Тушино 2018. Подземный паркинг. Детский сад. Двор без машин. Начало продаж второго квартала. Хорошие виды по стартовой цене. Звоните. 1, 2, 3, 20, 18. Застройщик ООС «Стадион Спартак». Подробности и проектная декларация на Тушино 2018.ру. Выгодные покупки в супермаркетах «Билла». С 10 по 16 декабря 2015 года сосиски сливочные Останкино 600 граммов, всего 139 рублей 90 копеек. Количество товара ограничено. Подробности на «Билла.ру». А древи и болгарки лучшие подарки. И я хочу Макиту. Себя на Новый год. Макита – это круто. Вот повезет кому-то. Тому, кто вдруг Макиту под елкою найдет. Макита в магазинах 220 вольт. Более 100 видов электроинструмента с бесплатной доставкой при покупке от 7000 рублей. Подробности в магазинах 220 вольт или на сайте www.220.ru. ООО «Торгубый дом Северо-Западный, Санкт-Петербург, 18-го имени Васильевского острова, 029, корпуский ОГРН 1027-809-186-899». Ты чего такой задумчивый? Решил подарить планшет Samsung? Ищу, где его купить. Так обратись к экспертам ноу-хау. Только до 31 декабря, приобретая в магазинах ноу-хау планшеты Samsung Galaxy Tab, вы получаете до 2000 рублей в подарок. А еще мы поможем с выбором. Спешите. Количество товара ограничено. Подробности в магазинах или по телефону. 8-495-514-12-12. Ноу-хау. Поговори с экспертом. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Жизнь – не только борьба, но и другие виды спорта. Российский. «Спорт.ФМ» 100% футбола. 100% футбола на волнах «Спорт.ФМ». Друзья, и как всегда эти полчаса мы с вами начинаем, и знакомимся с мнением букмекеров. Итак, что мыслят эксперты Винлайна по поводу сегодняшнего матча? Ну, например, Бордо Рубин. Все-таки предлагаю на нем остановиться. Три российских клуба. Но прежде всего мы, конечно, болеем за Рубин и за Локомотив, которым нужно еще решить свои задачи. Итак, на Бордо коэффициент у экспертов Винлайна 2.92. На ничью в этом матче 3.24. На Рубин 2.50. То есть, по мнению Винлайна, Рубин небольшой, но фаворит. Тотал меньше 1.75, тотал меньше 2.5, тотал больше 2.5, 2.08. Ожидают низовой матч экспертов Винлайна. Что касается Б3.65, то здесь 3.10 на Бордо, 2.45 на Рубин. То есть, вот у конкурентов Рубин еще больше фаворит. 3.40 на ничью. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. Друзья, меня зовут Дмитрий Дерунец. Наш смс-портал 55.33 в начале слова спорт. Мое мнение, Лока выиграет. Краснодар также. Рубин, думаю, нет. А вчерашних матчах ЦСКА никуда не вышел. Закономерно, Зенит поздравляю. В Албанию мы перенесемся уже в следующие четверти часа. О Локомотиве подробнее поговорим, как и о Лиге Европы. Напоминаю, Вайбер, Ватсап, 8925-22-22-93-2. В Рубин верю, но в Ливерпуль нет, пишут нам на Вайбере. Пишите еще ваше мнение. Очень и очень нам интересно. Напоминаю, вы голосуете еще и на нашей страничке ВКонтакте. Собственно, этот вопрос и мы поставили перед вами. Сумеют ли три российских клуба пройти в плей-офф Лиги Европы? Нет. 61,3%. Да, 38,7%. Продолжайте голосовать. Совсем немного времени осталось до старта матча Лиги Европы. С 21 часа следим в прямом эфире. Напоминаю еще раз. В 20.00 у нас будет открыто на нашей страничке ВКонтакте голосование по поводу лучшего для вас, по вашему мнению, соперника сборной России из четвертой корзины. В преддверии послезавтрашнего, послезавтрашней жеребьевки Евро-2016. Напомню, в четвертой корзине Турция, Ирландия, Исландия, Уэльс, Албания, Северная Ирландия. Голосуйте, выбирайте, пишите нам. Очень интересно. Завтра подведем итоги и соберем идеальную сборную, идеальную группу по версии слушателей Спорт.ФМ. Ну и уже потом с 8 часов вечера в субботу будем смотреть, насколько ваши желания совпадут с возможностями жеребьевки. Напомню, пока группа выглядит Португалия, Россия, Венгрия. Кто будет четвертой сборной, пишите нам после 8 часов вечера. Сейчас же подводим итоги вчерашних матчей в Лиге Чемпионов. И, конечно, особняком стоят здесь матчи с участием английских команд. Мы с вами достаточно скептически смотрели, но накануне лично я сказал вам, и я думаю, что вы помните это, по поводу Арсенала, что верю и даже где-то не сомневаюсь по поводу успеха Арсенала. Но, откровенно говоря, даже я и прежде всего следил за этим матчем накануне, так, за Зенитом и за Арсеналом, но старался как раз игру в Греции как многообещающую и самоинтригующую смотреть внимательно. Но, честно говоря, даже я был поражен игре против Олимпиакоса. Венгер назвал эту игру идеальной, по его мнению. Действительно, Арсенал провел чуть ли не идеальный матч. Много говорилось о проблемах Арсенала в команде, да, в командных построениях, с травмами. Но, в целом, вышел очень приличный состав, да, лучшая пара центральных защитников Мертесакера Касильни, когда нужен, я вот его об этом просил, и он подтащил. Петр Чех тоже сыграл прекрасно фланги. Ну, да, здесь могут быть варианты, но, в целом, Белерин и Монреаль основные крайние защитники у Арсенала, да, там Керен Гибб, все понятно. В лучшие, что называется, бестравматичные месяцы у Арсенала на этих позициях есть некая ротация, есть конкуренция, но и Белерин с Монреалем это хороший вариант. Ну, и, соответственно, в центре поля Фламини, Рэмзи, Уолкотт, Азил, Кэмпбелл, Жеру, потрясающую игру, и игру продемонстрировал Оливье Жеру, Месут Азил, опять гениален, начал две атаки. Ну, и, конечно, товарищ Кэмпбелл, костариканец, думаю, удивил многих, ну, и удовлетворил Арсена Венгера. Давайте пообщаемся по поводу матчей как раз в исполнении Арсенала и Челси с замечательным, самым главным, наверное, экспертом английского футбола на нашем телевидении, комбинатором и ведущим Матч ТВ, Александром Елагином. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Арсенал, вот на минутку первый вопрос, потом после паузы продолжим по Челси. Удивила такая убедительная победа Арсенала? Нет, абсолютно не удивила. Я верил в то, что Арсенал пройдет, потому что то, что творилось в начале сезона у Арсенала, прежде всего на европейской арене, в общем-то, это, ну, издержки производства. Так что здесь бывает такое со всеми командами. Это было и с Манчестер Юнайтед, это было и с Ливерпулем, ну, я имею в виду лучшие времена. И у Арсенала тоже произошло. Нет-нет-нет, здесь ничего страшного не произошло. И то, что Арсенал уверенно выиграл, честно говоря, я не ожидал 3-0, но то, что будет там 3-1 или 4-2, в это я верил, что в два мяча Арсенал обязательно выиграет. Сейчас потенциал очень сильный у Арсенала. Вы знаете, приход Чеха добавил, во-первых, психологическую уверенность. Это первый момент. И второе, конечно, сейчас потрясающую форму демонстрирует Месута Зил. Это, конечно, он проводит свой лучший сезон в английской премьер-ли. И теперь понятно, почему Арсенал заплатил за него более 500 миллионов. Да, Александр, сейчас делаем паузу и потом уже почелся. Движение затруднено сейчас на улицах Москвы. 6 баллов по оценке портала Яндекс.Пробки. Крупнейшие из них на Носовихинском шоссе от Южной улицы до проспекта Жуковского. Скорость потока 7 километров в час. Час будете ехать. Отрезок 6 километров. Велозаводская улица, улица Сайкина. Проспект Андропова от Восточной улицы до Коломенского проезда. Тоже 50 минут здесь потеряете. Ну и проспект Вернадского от улицы Марии Ульяново до Университетского проспекта. Скорость потока 3 километра в час. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. С вами Дмитрий Дерунец. У нас на связи комментатор ведущий Матч ТВ Александр Елагин. Александр, еще все-таки вдогоночку вопрос по Арсеналу. Вчерашняя победа не отменяет проблемы с составом, который, безусловно, у Арсенала есть. Да, в общем, футбол очень такой убедительный, показали парни Арсена Венгера, да, и Озил. Все, безусловно, хорошая форма. И хитрик первой жиру очень вовремя подоспел. Все это понятно. Но хватит ли сил резервов на борьбу на несколько фронтов? Я в этом нисколько не сомневаюсь. Проблема центральных защитников и проблема еще одного ударного форварда, она никуда не ушла. Эта проблема уже не каждый год. Эти проблемы постоянно у Арсенала, и они пока нерешаемы. Посмотрите, сколько раздумывал Венгер по поводу вратаря. Ему говорили по поводу не только Чеха, а вообще вратаря Сильного, что Нистензный, Фабианский был. В общем, не тянули, по большому счету. Со времен Химона, Лемона, в общем-то, не было кипера хорошего. Взяли Чеха, и посмотрите, как сразу же преобразилась команда. Потому что ведь недаром говорят, что вратарь – это половина команды. Появилась уверенность, появилась сразу какая-то такая радостность, если хотите, в игре. И плюс расцвел Месу Тузил, но не хватает, повторюсь, ударного форварда и, конечно же, конкуренции в центре обороны. Теперь к Челси. Вот Клаудио Раньери, наставник Лестера, говорит, что теперь-то мы будем все наблюдать, как Челси будет подниматься по турнирной таблице. Согласны с тем, что матч накануне реально показал, что Челси выходит из кризиса, или же это только робкие-робкие шаги по возвращению? Честно говоря, я не увидел, что Челси выходит из кризиса, по большому счету, по одной простой причине, что Порту очень само выглядел в игре против Челси. Мне вообще была непонятна тактика Лапитеги. Она была сверхосторожной, если не сказать больше, не сказать трусливой. И то, что он вышел без вообще чистого нападающего, отрядив вперед бронями, Абубакара оставил на скамейке запасных вместе с Тельо. То есть теми футболистами могли бы каким-то образом потерзать оборону Челси. Ну, а Маури на сегодняшний день наиболее рациональную тактику, потому что Челси в крайнем случае была нужна ничья для выхода в плей-офф. Поэтому у Челси была супернасыщенная оборона с резко выходящими контратаками. Кому бежать есть Азар, Вильян, так что тут вопросов не было по поводу контратаки. Поэтому здесь я бы повремен с такими радостными дифферамбами в адрес Жозе Мури. С Лестром очень многое может показать. Лестр команда веселая, Лестр команда командная, коллективная, где ребята идут друг до друга за игру. И будет посмотреть, как Челси будет выглядеть, причем на выезде против очень сильной, таманной игры команды Раньери. Да, Александр и наши коллективы сегодня закроют программу своего участия в осенней стадии Еврокубков. Начало в 21 час. Собственно, два временных слота. Сегодня 21.00 и 23.05. Так вот, два наших клуба играют в 21.00. Это Рубин во Франции против Бордо и Краснодар в Азербайджане против Габалы. Ну а уж в ночь будем болеть за Локомотив, который в 23.05 начинает свою игру против албанского Скандербеу. Собственно говоря, в Албанию мы сейчас и переносимся. У нас на связи пресса-тошеф футбольного клуба Локомотив Москва Андрей Бодров. Андрей, приветствую. Всем привет, привет, Дима. Вопрос, естественно, в первую очередь по обстановке вокруг матча. Как себя чувствуют болельщики Локомотива? Сколько их в итоге добралось до Албании? Были ли какие-то инциденты? Насколько будет клуб помогать, возможно, в транспортировке на стадион и непосредственно в чаши? Да, вот в преддверии этого матча и за несколько часов, конечно, всех интересует этот вопрос. Вопрос безопасности, вопрос организации матча. Всем понятно, что ситуация в Европе и вообще ситуация с футбольными болельщиками в Европе, она неоднозначная, иногда случаются всякие неприятные инциденты. Тем не менее, в тиране столицы Албании сейчас очень спокойная обстановка, люди прогуливаются, люди пьют кофе, люди общаются, улыбаются. То есть здесь идет спокойная, размеренная жизнь. Но матч в тендер-биле «Локомотив» состоится в 50 километрах от столицы, в городе Эль-Бактан. Что нас там ждет? По сообщениям местных властей, усилена мера безопасности. То есть порядка 500 полицейских, 300 силардов будут матч обслуживать, а всего лишь на матч ожидается не более 5000 болельщиков, 100 из которых это россияне. То есть вот тирана отдельно, то есть сейчас «Локомотив» базируется в тиране, я так понимаю, и на матч выйдет уже непосредственно перед игрой, да? Да, 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 именно так. Дело в том, что здесь, ну, понятно, проблема инфраструктуры здесь на лицо. По всей стране в Аль-Бахтане есть стадион, подходящий для таких матчей, но нет жилья приемлемого. В тиране есть жилье, но нет стадионов. Так что вот между этими несоответствиями как-то уживаются все европейские клубы, которые сюда приезжают. Ну, будем надеяться, что все на стадионе и вокруг него пройдет нормально. Что касается футбольной составляющей, все-таки есть за что играть «Локомотиву». Есть ли какие-то опасения с точки зрения состава? Все ли готовы играть? Или можно о ком-то говорить со 100% уверенностью, что человек не сыграет? Ну, накануне была пресс-конференция с участием главного тренера, и российские журналисты задали несколько вопросов, которые касались кадров. Известно, что дисклифицирован наш капитан, защитник Витером Чурлука. В распоряжении Игоря Геннадьевича членов-то три центральных защитника, и кого-то он из них вытек. Я думаю, что вопрос о кадрах, он, конечно же, актуален, но куда важнее просто сыграть в свою силу, показать свою игру, потому что мы знаем, что еще в предыдущем туре «Локомотив» мог решить задачи выхода в плей-офф, однако этого не произошло. Знаем мы о том, что «Локомотив» для того, чтобы пройти в весенную часть, должен набрать одно очко, но в команде так, в команде на эти темы не говорят, потому что весь план тактический, все вообще установки, они связаны с тем, чтобы команда побеждала. Поэтому о раскладах мы вспоминать не будем, ограничимся тем, что сегодня надо просто выиграть и всех порадовать. И со спокойной душой и совестью отправиться в господин. Ну, действительно, Андрей, в заключение соглашусь, что, в общем, мы как-то с «Кендербео», может быть, и преувеличим его опасность после сверхпобеды над «Спортингом». Нет никакой, ну, не знаю, опасения уж перед соперником в стане «Локомотива». Ну, об этом тоже, кстати, говорили не раз, что «Кендербео», несмотря на то, что это представляет скромную футбольную державу, тем не менее, эта команда очень быстрая, обученная, агрессивная, и у нее есть некий рефлекс сычников. То есть, когда «Спортинг» чуть-чуть поплыл, и была красная карточка, «Кендербео» завязал свои три очка, поэтому об этом нельзя забывать, что эта команда в своем активе имеет победу над «Грандами». Это все знают, и с этим фактом надо как-то, этот факт надо учитывать. Андрей, спасибо большое, удачи сегодня клубу «Локомотив», всем сотрудникам клуба и болельщикам «Локомотива» в непростом выезде в Албании. Андрей Бодров, пресс-аташа «Локомотива», прямиком из «Тираны». Совсем скоро клуб «Локомотив», уже команда «Локомотив» выдвигается в сторону «Элбасани», где пройдет сегодня игра «Скендербео» «Локомотив». А мы переносимся пока что не на дорогу «Тирана» «Элбасани», а на улице Москвы, 6 баллов по оценке портала «Яндекс.Пробки». Движение затруднено, крупнейшая пробка уже теперь на Лужнецком мосту, на проспекте Вернацкого, от улицы Хамомнический вал до улицы Строителей. Скорость потока всего лишь 4 км в час, и вы будете свыше часа ехать отрезок в 4 км. Ужасная пробка. На Савихинской шоссе от южной улицы до проспекта Жуковского, ну и третья транспортная внешняя сторона от Велозаводской улицы. СпортФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Только что побывали в «Тиране», да, и ждем сегодняшнего матча в исполнении «Локомотива». Да, как вы знаете, да, и я думаю, что болельщики «Локомотива», которые внимательно следят за выступлением своей любимой команды, здесь, наверное, с этим согласятся. Проблема центральных защитников – то, что подвело «Локомотив» по ходу второй части, первой части сезона, назовем это так. Ну, скажем, после октября эти проблемы посыпались. Как только распался дуэт Чорлука-Пейчинович, сразу стало хуже. Ну и даже когда Чорлука вернулся после травм, после дисквалификаций, вот пара Чорлука-Михалик тоже не выглядит какой-то сверхуверенной. И, конечно, сегодня в отсутствии основного центрального защитника, ну, есть варианты. Поздравились с днем рождения Яна Дюрицу. Ну и надеюсь, что против албанцев, учитывая, что не будет аншлага, что у «Скендер Бео» нет какой-то сверхмотивации в сегодняшнем матче, надеюсь, эта игра не будет такой ажиотажной, как мы ее сейчас себе слегка, мне кажется, чрезмерно представляем. «Локомотив» должен одержать победу, победу, ну, не знаю, на классе или не на классе, но спокойно продемонстрировать тот футбол, который играет «Локомотив». Может быть, попробовать отдать инициативу «Скендер Бео», но при этом самому играть с позицией силы. Так что уверен, что у «Локомотива» должно быть все нормально с 23 часов. Следим мы вместе с Александром Боярским и вместе с вами, конечно, замачиваем «Скендер Бео» «Локомотив». Спонсор рубрики «Зао МПК». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Реклама «Три кита» – это три слагаемых успешной покупки в одном месте. Крупнейший в Европе выбор мебели. Плюс баллы на карту «Малина». Плюс скидки. Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита». Выгоды суммируются. Подробности на сайте 3kita.ru Они что, настоящие? Они новогодние! Скидки в честь нового года в ЖК «Лайфмитинская» Экопарк. Квартиры с отделкой в экологически чистом районе. Рядом с метро и парками. От 130 тысяч рублей за квадратный метр. 495-641-3535. Проектная декларация на ekodepismitina.pioner.ru «Каска дешевле? И ОСАГО дешевле? Где?» В «Либерти Страхование». Звоните 495-363-1212. Мы снизили цены на «Каска» и «ОСАГО». Узнайте цену за 2 минуты. 495-363-1212. Доставка и аварийный комиссар бесплатна. «Каска дешевле» и «ОСАГО дешевле». 495-363-1212. «Либерти Страхование ОАО». Выгодные покупки в супермаркетах «Билла». С 10 по 16 декабря 2015 года «Груша-конференция» всего 79 рублей 90 копеек за килограмм. Количество товара ограничено. Подробности на «Билла.ру». Новый год начни со всего нового. Японская мудрость. Купи квартиру в ЖК «Лайф Ботанический сад». Получи 100 тысяч на отделку. Мудрость покупателя. ЖК «Лайф Ботанический сад». Дарим 100 тысяч рублей на отделку в декабре. 495-641-3535. Проектная декларация на «Будсад.пионер.ру». Поехать хочешь за границу? На цены лучше посмотри. В карауте ты можешь закупить. Зоны хуже, чем в «Дьюти-фри». 12 и 13 декабря 2015 года. В карауте скидка 18%. Подробности на «Кадифисраута.ру». Телефон рекламной службы «Спорт.фм». 620-46-64. Код Москвы – 495. Чемпионат России по футболу. Когда везде много снега и ничего не видно, порой говорят «белое безмолвие». Но тот ноябрьский день в Москве тихим назвать было совсем неуместно. Ведь на стадионе имени Эдуарда Стрельцова играли ЦСКА и «Спартак». В столицу с утра так завалило, что поле перед матчем чистили отвалами снегоуборочные машины. А болельщики на трибунах швырялись снежками и лепили скульптуры устрашающего вида. Армейцам необходимо было побеждать, чтобы перед последним туром сохранить первую строчку в таблице, которую они в те дни делили с локомотивом. В итоге атлетичная игра, бывшая в то время визитной карточкой ЦСКовского футбола, дала команде Валерия Газаева преимущество. На покрытом смесью подтаявшего снега и грязи поле надеяться на тонкую распасовку было бессмысленно. А вот натиск и хорошая физика показали себя. Мечи Симака и Яновского принесли ЦСКА победу. Спонсор рубрики «Зао МПК». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. «Спорт.ФМ. Сто процентов футбола». Сто процентов футбола, друзья. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Наш второй час. Начинаем мы с очередного визита в Италию, где квартирует мой коллега и друга соведущий Нобель Арустамян. Нобель, привет тебе еще раз. Да, здравствуй, Дмитрий. Ну вот давай, наверное, прежде всего начнем со вчерашнего твоего посещения стадио «Олимпику». На какое бы место в твоей богатой карьере посещенных футбольных матчей ты бы оставил бы вчерашнее противостояние Рома Бате? Ну, если бы не события после финального СССР, то одно из последних. Хотя, конечно, момент Бате был сумасшедший. Забей, конечно, Бате был бы потрясающий финал этого матча. Ну, а почему было яркое событие посещения матча? Потому что по окончанию встречи, когда диктор очень радостным, таким добрым, бодрым голосом сообщил долгожданную весть, Рома, он так, знаете, еще подготовился. Рома! Друзья, Рома вышла в плей-офф в Лиге Чемпионов. Он жаловатся, аплодисментов, криков. Но вместо этого был такой свист, такой гул на встрече от болельщиков, что было ощущение, что Рома пропустила там в финале Кубка Италии в овертайме мяч от Латсо. Даже не в Кубке Италии, а в финале, там, не знаю, Лиги Чемпионов. Настолько игра разочаровала болельщиков. И, в принципе, римляне – это такой народ особенный, особенно болельщики футбольные. И поэтому им вообще плевать на, видимо, результат. Они так гудили, так были недовольны этой игрой, что я, конечно, просто поразился. Причем это Рома. Ладно бы это был Реал, который каждый год играет на Лиге Чемпионов, ну, или в Кузне, на Лиге Чемпионов. И, собственно, привык к этому. Или Барселона, или Бавария. Но это была Рома, которая не играла в Лиге Чемпионов в слоев, я имею в виду, уже лет, наверное, 6-7. Я, по-моему, не играл в 2014 году в последний раз в Лиге Чемпионов. Поэтому это, конечно, меня поразило. Нобель, мы, кстати, накануне с тобой говорили, в преддверии этого матча, что выход в плей-офф Лиги Чемпионов будет означать для главного тренера Ромы спасение сейчас. И, возможно, отставка будет в стороне. Я тебе аккуратно еще попытался рассказать. А вот если ничья, ничья поможет Роме выйти в Лиге Чемпионов, ну, мы как-то эту тему проехали. Такая ничья точно не повысила его шанс остаться до конца сезона, вроде Гарсии. Дело все в том, что ничья была ужасная. И надо понимать, что у них еще матч с Наполе совсем скоро, в ближайшее время. И по этой причине надо понимать, что если вдруг играют в Наполе крупно, то, может быть, все очень печально. Потому что есть уже альтернатива у Чемпионов в полете, который тоже кандидат на возвращение в Рому. Именно о футболе несколько слов. Ну, ты говоришь о том, что он не слишком зрелищный был. Но мало кто в России прямо уж от сих до сих смотрел игру Рома Бате. По моментам небольшое, на мой взгляд, было преимущество Ромы. Расскажи, что же творилось там во втором тайме? И насколько реально была в какой-то момент победа белорусов? Надо понимать следующее, что Бате от Милева в втором тайме, а Рома под нётом болельщиков. Я вот, Дима, это не зря еще раз говорю про полутболельщиков, потому что нынешний Олимпик – это другой Олимпик, нежели в прошлом году. Тут такое серьезное противостояние болельщиков Ромы и Латвы, собственно, с мэрией за то, что фанатские трибуны, это длинные за воротами, их разделили на четыре части. Там прям поставили чуть ли не стену, конечно, но такое стеклянное отделение. И поэтому протест очень серьезный со стороны фанатов. И они не поют, они не скандируют, они без флагов. И, в общем, такой театр превращается. Только свистят, когда они довольны. И получается второй тайм, когда 0-0-0-0 начинают свистеть. Рома, игроки, ядно начинают психовать, переживать. А Батте этим пользуются. И, собственно, по этой причине Батте вчера очень грамотно сыграл надежно в обороне, потому что все перекрыли практически. И очень хорошо убегали в контратаки, пользуясь флангами. Потому что фланги, собственно, игроки Ромы уходили вперед. И Флоренция, и Динь. И поэтому игроки Батте этим пользуются. Но будет чуть повыше мастерство у футболистов Батте, они бы забили бы, скорее всего. Просто, ну, Батте не самая надежная команда, надо понимать, в этой лиге чемпионов. В чем секрет этого Батте? Вот все-таки мы просмотрели, да, шесть матчей. И команда действительно приличная. Число очков набрало, количество очков набрало в группе с Байером, Ромой и Барселоной. Тебе понятен этот феномен? Я вчера гол отделила от плей-флиги чемпионов. Один гол, который они могли забить. Это не было из ряда вон выходящего событий, если бы вчера Батта забил. Они были бы в плей-флиге чемпионов. Это была бы сенсация, там, в последних пяти лет. А то и больше в лиге чемпионов. А может всю историю. Ну, организованность, прежде всего. Потому что, честно, я вот смотрел за игрой, в качестве являлся Глеб. Ну, потому что все его знают, то его, там, дриблинг и так далее. Все, остальные игроки, они, конечно, друг на друга похожи. Вот, ну, в моем представлении. То есть там не было там ярко выраженного игрока группы Атаки, или там побернованного нападающего, или техничного центрального хажбека. Да, они все очень исполнительные, хорошо организованные, тактически грамотные футболисты. Не более того. Но, на самом деле, нельзя играть в порядок без класса. Когда есть порядок в команде, значит, она уже может играть на равных с Ромой, с Леверхузиной. Ну, с Барсой было, конечно, узнавато. Да, Нобель, еще буквально два вопроса о судьбе итальянских клубов и о сегодняшнем матче на поле. После небольшой паузы. На дороге Москвы переносимся. Движение затруднено 6 баллов по оценке портала Яндекс.Пробки. Ситуация на Кольцах. МКАД в обе стороны 7 баллов. Третья Транспортная в обе стороны 8 баллов. Садовая внутренняя сторона 8 баллов. Внешняя 9. Бульварная в обе стороны 7 баллов. Продолжаем наш эфир. У нас на связи Нобеля Рустамян из Италии. Нобель, мы уже тут поговорили об английских клубах, которые уверенно все-таки избавились от нависших над ними проблем в Лиге Чемпионов. Итальянцы двумя командами прошли в плей-офф Лиге Чемпионов. Обе со второго места. И, конечно, сейчас жеребьевка может сложиться по-разному. Как ты, находясь в Италии, оценишь реакцию на выступления в групповых этапах Ювентуса и Ромы? Ну, по поводу Юве я уже не раз говорил, что, собственно, это спустил свой шанс. Потому что, мне кажется, отличаются в серьезный период вторая корзина. Ну, мы сами понимаем. Ген, например. Я думаю, что сама ожидаемая по СВ, тоже при всем уважении к этой команде, будет ожидаемая команда не из первой. И сейчас просеянная. По Роме, ну, я говорю, это значительно, что Рома прошла в плей-оффе Чемпионов. Поэтому никто бы не попался, они будут явно не фаворитами. Даже если будет матч Вольфа у Рома, например. Это, допустим, я думаю, будет фаворит Вольфа. И то же самое касается, если будет Зенит. Я думаю, что на данный момент, вот на декабрь, конечно, фаворит будет Зенит. Просто вопрос в том, что это будет февраль, цело два месяца пройдет, только начало марта. И поэтому, что будет с Ромой тоже, что будет с Зенитом после паузы, не совсем понятно. Ну вот, а с другой стороны, Юве, так вчера рассуждали на итальянском телевидении по поводу жеревевки. Юве в контексте Юве говорили о том, что если будет жеревевка, например, Зенит, то это хорошо будет для Юве. То есть, как будто это не самый лучший вариант. Лучше, конечно, итальянцы считают, что в Ольфбург Зенит как бы один из желаемых для Юве, потому что остальные, например, очень серьезные. Это и Барса, и Реал, и Бавария, Челси. Даже тоже итальянцы хотят Челси быть соперником Юве, но все равно тоже понимают, что Челси тоже может сильно прибавить в феврале. Ну вот ты как раз в своем твиттере написал по поводу Челси, почему бы и нет. Но вот накануне Челси... Ну я за, если честно, я за, потому что обыграть Челси, сыграть даже с Челси, обыграть это было вообще круто, сыграть с ними, ну я как человек симпатизирующий, болеющий за Юве, мне было бы очень приятно сыграть с Челси, потому что играть сразу с Реалом Барселоны и Баварии, боюсь, что Ювентус окончится славное выступление в Лиге Чемпионов, а с Челси будет и игра хорошая, с точки зрения афиши для всей Европы, ну и шансы они будут примерно равны в моем представлении у этих двух команд. Вольтбург, конечно, в моем представлении самое оптимальное, хотя же не для Юве. Если говорить по поводу Зенита, да, и Зенита с альянскими командами, то мне кажется, российская наша команда с Ювентусом конечно будет аутсайдер, надо понимать, что, несмотря на все изменения Ювентуса или финале в Лиге Чемпионов, и репутация очень высокая Ювентуса, с Ромой на данный момент Зенит будет фаворит. Нобель, буквально на минутку еще ответ по поводу того места, где ты находишься. Сегодня на поле Лиге, очень горячий матч с точки зрения противостояния фанатов. Как атмосфера в городе? Расскажи. Ну и, собственно говоря, удалось ли пообщаться со Станиславом Черчесовым? Уникальный, Дим. Я, естественно, приехал сюда, чтобы поведаться с Черчесовым, прежде всего, потому что я хорошо общаюсь с Станиславом и приехал, собственно, увидеть его. И могу сказать, что он в таком хорошем, бодром настроении. Надеемся, что его команда сегодня выиграет. Состоятельность, которая готовит Наполе. Ну, Наполе прошел. А по болельщикам, собственно, которые здесь, поляков очень много. Вообще, какое-то ощущение, что для Легии это матч чуть ли не сравнился к финалу. Очень много приехало и разных вип-болельщиков, и обычных фанатов. Ну, и мы знаем, что здесь, на юге Италии, тоже горячие парни живут. И поэтому тут, конечно, были противостояния. Огромное количество задержанных было накануне ночью, чуть ли не 150 человек. Сейчас в отеле Легии, где команда живет, там такое ощущение, что живет Реалмадрид. Столько полицейских, что-то перегородили. Я не очень понял, почему. Но вот потом мне стали объяснять, что прежде всего есть безопасность. И на самом деле, сегодня такое в городе ощущение не то, что тревожное. Телефон рекламной службы Спорт.ТМ. 620-46-64. Код Москвы 495. Алло, Боря, тут такие кресла мягкие, комфортные, все регулируется как хочешь. Вася, у меня тут кондиционер Темпматик. Погоду установил себе райскую. Алло, Костя, у меня коробка автомат и полный привод. Это не езда, а просто песня. Алло, мужики, а ничего, что мы все в одной машине едем? В том-то и дело, что в голове не укладывается, что все это в одной машине. Тогда полный вперед. Мерседес Бенц представляет Вито Турер Селект. Вы знаете куда, он знает как. Подробнее по телефону 8 800 200 0206. Какой бы фокус не выкинул желудок, изжога, боль, гастрита, обострение, хорошо, если под рукой есть фосфолюгель. Универсальное средство фосфолюгель нейтрализует кислоту, оболакивает стенки желудка и способствует выведению токсинов. Подходит всем членам семьи. Изжога, боль, гастрита, обострение. Фосфолюгель. Отличное решение. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Если полный привод, то газ. Внимание! Специальное предложение на полноприводные Соболя. Только до конца года. Соболь 4 на 4 всего за 497 тысяч рублей. Подробности на асгаз.ру Количество автомобилей ограничено. Цена достигается скидкой по программе обновления парков и спецусловиями покупки по фирменной лизинговой программе ГАЗ. Партнер ООО «Элемент Лизинг». Возбудитель гастрита и язвы бактерия хеликобактер пилори может передаваться между членами семьи. Денол подавляет основную причину хронического гастрита. Способствует устранению воспаления слизистой желудка. Денол. Верное решение для гастрита лечения. Курс лечения 4-8 недель. Необходима комплексная терапия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Уже сегодня новый сайт softsport.ru Понятный интерфейс, стильный дизайн и новая лента новостей. softsport.ru Такой спорт нам нужен. 12+. спорт.fm 100% футбола 100% футбола с вами, друзья. Меня зовут Дмитрий Дерунет. Все меньше и меньше времени остается до начала матчей Лиги Европы УЕФА. Напомню, в 21.00 стартуют две игры с участием российских команд Бордо и Рубин, а также Габала Краснодар. Следите в прямом эфире. спорт.fm Мои коллеги Алексей Золин, Артем Дроздов будут болеть за наши клубы и, конечно, сообщать вам обо всех результатах развивающихся параллельно матчей. Ну, а мы с Александром Боярским подхватим эстафету в 23.00 и поддержим локомотив в эпической битве со Скендер-Бео в Албании. Павел нам пишет, не сумеют выйти все три наши команды. От Рубина не все зависит, но нет уверенности в Локо. У албанцев будет супермотивация по нефутбольным причинам. Локо надо готовиться к ударам из-под тяжка и не поддаваться на провокации. Игра будет тяжелейшей. 5-5-3-3 в начале слова спорт. Вайбер, ватсап, 8-9-2-5-2-2-2-2-93-2. Николай Макеев пишет, что тренер «Зенита» накануне все сделал правильно, проверил состав в таком виде против супермотивированного гента бельгийского, все-таки чемпиона. 2-1 проиграть не зазорно. Ну что же, посмотрим. Ну и напомню, что вы уже слышали сегодня у нас в эфире Артема Дзюба эксклюзивное интервью спорт.fm. Еще один кусочек этого интервью услышите в рамках ТОП-спорта. Сегодня у нас большая и важная тема объединения команд под единым брендом. Напомню, сегодня прошла пресс-конференция московских хоккейного, футбольного и мини-футбольного «Спартака». И, в общем, на этой пресс-конференции заявили, что в будущем весьма вероятно «Спартак» будет создан единый логотип, да, единая символика. И такое вот единое начало у трех команд будет и общий такой «Спартаковский» бренд. Но накануне также «Московская Динамо». О «Спартаке» еще поговорим в следующей четверти. «Московская Динамо» подвело итоги «Академии», да, сезона «Академии». Ребята 98-го года рождения выиграли Кубок РФС и будут представлять в следующем игровом году, в следующем сезоне, Россию в Лиге Чемпионов УИФА. На этом выпуске Академии Динамовском присутствовали основные футболисты, недавние выпускники Романа Зобнина и Александр Ташаев. Давайте послушаем Романа Зобнина, что он сказал о своем отдыхе. Сейчас же все-таки отпуск о своей игре и об игре «Динамо». Прямая речь. Вот это эмоциональная игра. Забирает очень много эмоций. Сильно ты разрешаешься после сезона. Конечно, необходим отдых. Я сейчас не смотрю ни в футбол, ни читая ни новостей. То есть я полностью сейчас не в футболе, можно сказать, им дали индивидуальный план тренировок. 20-го числа уже придется готовиться к новому сезону, прежде всего, себя в голове, эмоционально, психологически, чтобы очень хорошо провести оставшуюся часть. Были падения, были какие-то удачи. Конечно, не удалось так стабильно провести сезон, как бы хотелось, но все это, я считаю, то, что связано опять же с эмоциями, с возрастом, может где-то, потому что опыта не хватает, быть стабильным. Что касается «Динамо», конечно, 11-е место не то, о чем мы мечтаем. Все понимают прекрасно, что у нас еще очень молодой коллектив. Я думаю, с каждой игрой, с каждым годом мы будем добавлять, пойдут уже какие-то результаты и пойдут победы. Спонсор выпуска ООО «Селоникар». Продайте машину за 30 минут на carprice.ru На улицах Москвы сейчас 7 баллов по оценке портала «Яндекс.Пробки». Пробки серьезные, крупнейшая на МКАДе на внешней стороне от Боровского шоссе до Ясенева. А теперь информация о том, как выгодно продать машину в декабре. Оставьте заявку на сайте carprice.ru, приезжайте на ближайшую точку продаж и получите деньги за 30 минут. Мы ждем вас. CarPrice. Как трейд-ин, только выгоднее. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Говорим о торжественном вечере, посвященном закрытию года в московском «Динамо». Поздравили 98-й год рождения. Напомню, «Динамо»цы 98-го года рождения выиграли Кубок РФС среди команд Премьер-лиги. В финале обыграли «Локомотив» со счетом 3-2. И теперь будут представлять Россию в Лиге, Юношеской Лиги Чемпионов на следующий сезон. Напомню, вот так же в прошлом году выиграл «Спартак». И в этом году он проиграл «Аяксу» во втором раунде этой самой Юношеской Лиги Чемпионов. Уже выбыл из этого соревнования. Ну и так же напомню, что 99-й год рождения «Динамовский» тоже выступил достаточно неплохо. Выиграл первенство Москвы. Это все-таки взрослые года. А что касается 98-го года рождения, то многие из этих парней уже играют в составе дублирующего состава московского «Динамо». Ну, в общем, наверное, сейчас и есть то время, когда нужно стараться прогрессировать, стараться прибавлять. И, в общем, когда лимит на легионеров сейчас играет в пользу россиян, расти, расти и получать свои шансы в стартовом составе клуба в премьер-лиге. Также, помимо Романа Зобнина, которого мы послушали в предыдущей части нашей программы мероприятия, посетил Александр Ташаев. Вот что он сказал, полузащитник московского «Динамо», одно из открытий этого сезона в РФПЛ о мероприятии и об игре «Динамо». 4-5 лет назад точно так же мы эти шарфики одевали молодые ребята. Результат неудовлетворительный и надеюсь, что после зимнего перерыва мы будем набирать эти важные очки, которые мы очень много раздали, можно сказать, ведя в счете во многих матчах и выпускали очки свои. 11 место это не приемлемо. Последние два две игры, последние их тяжеловато. Хочется сейчас отдохнуть, больше даже психологически и с новыми силами работать, тренироваться и достигать результата. Строение, естественно, боевое, по-другому никак. Это был Александр Ташаев. Мы же продолжаем следующей части нашей программы поговорим об объединении «Спартаков» и о создании ночной футбольной лиги в России, ну и, конечно же, о наших клубах Лиги Европы. Реклама Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Закрытый внутренний двор — собственный детский сад. Подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на «Преображенке». ГАЛС «Интеллигентный девелопмент». 725-5555. Проектная декларация на сайте наследия-халс.ру Ты чего такой задумчивый? Решил подарить смартфон «Самсунг». Ищу, где его купить. Так обратись к экспертам «Ноу-хау». Только до 31 декабря приобретая в магазинах «Ноу-хау» смартфоны «Самсунг Галакси» вы получаете до 2000 рублей в подарок. А еще мы поможем с выбором. Спешите. Количество товара ограничено. Подробности в магазинах или по телефону. 8495-514-1212 «Ноу-хау». Поговори с экспертом. Новый год. Фейерверки? А фейерверки покупают в магазине «Феерия.ру». Для вас низкие цены и качественные фейерверки. «Феерия.ру». Погнали феерить! 18+, ООО «Фиолет», ОГРН, ПЦ 14774-6297-200, Москва, улица Катебинского, дом 4. ООО «Феерия». Это новый день. Это новый день. Это новое жизнь. И я чувствую... Откройте для себя автомобиль нового уровня роскоши и комфорта. Абсолютно новый. Вольво XC90. Наш взгляд на роскошь. Подробности в салонах независимости официального дилера ООО «Вольво КАРС». 795-0099. Код города 495. Может быть, ко мне? А где вы живете? Рядом с аэропортом Внуково. На Киевской. Я не против. До аэропорта из центра Москвы без пробы коопозданий только на Аэроэкспрессе. Метро «Киевская Внуково». Аэроэкспресс. Твой аэропорт в центре Москвы. Пробуй и пользуйся. Международный автовокзал работает для вас ежедневно. Так-так, а поподробнее? Удобный заезд с Амкада, огромная парковка, рядом торговый комплекс. Отлично! Международный автовокзал «Южные ворота». 19-й километром КАД. Что вы хотите на Новый год? Новых квартир желает народ! Новогодняя цена на новостройки Москвы и Подмосковья от «Домусфинанс». Звоните. 55004. Код Москвы 495. Проектные декларации на сайте domusfinans.ru Сколько стоит? Мужчина, не толкайтесь. А до какого акции здесь? Последний кто? А через три месяца сколько будет стоить? Подешевле. Последний кто? А это по этой же цене? Устал гоняться за спецпредложениями и акциями? Хочется стабильности? Подключайся к онлайн. Всего 333 рубля в месяц за интернет, интерактивное телевидение и домашний телефон. И мы зафиксируем эту цену. Навсегда. Подробности на online.ru и по телефону 8 800 707 80 00. Услуги предоставляются Powerhouse Telecom. Услуга телеком. Ясно, без осадков. СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА С вами Дмитрий Дерунец и мы говорим с вами о футболе. Готовимся к матчам Лиги Европы. Напомню, два из них с участием российских клубов стартуют в 21 час. Еще один в 23.05. И напомню, в 23.05 как раз таки играет московский локомотив. Давайте поговорим о том, что думают эксперты Винлайна по поводу матча с Кендер Бео Локомотив. Москвичи, по их мнению, серьезные фавориты в этой игре. Коэффициент на локомотив 1.33. На ничью 5.73. На победу с Кендер Бео коэффициент 9.50. Тотал, обратите внимание, тотал здесь 3.5. Тотал меньше 3.5. 1.62. Тотал больше 3.5. 2.43. Вот так вот считают, что достаточно результативная игра будет и закончится она в пользу локомотива. Сравним мнение Уильяма Хилла. 10 ровно на С Кендер Бео. 5.50 на ничью и 1.29 на лока. 100% футбола. 100% футбола. Напоминаю наши координаты. СМС-портал 55.33 в начале Слово Спорт. Вайбер, Ватсап 8925222293.2. Страничка 100% футбола ВКонтакте. Вот здесь вот Вячеслав нам пишет. Как вы думаете, мы в этом сезоне обгоним ли Францию в таблице коэффициентов УЕФА? Все три российских клуба пройдут дальше. Просто я оптимист по жизни. Все с этим обгоним Францию. Еще раз скажу, я уже сказал по этому поводу, что давайте дождемся сегодняшнего итога. Поймите, от России может быть один клуб, да, Краснодар, и от Франции может быть три. Сент-Этьен, Марсель и Монако. А может быть наоборот, от России три, от Франции один. Потому что на данную секунду только Краснодар и Сент-Этьен от наших двух стран обеспечили себе участие в следующем раунде. Бенфика одна от Португалии, как и ПСЖ, как и Зенит в квалификации Лиги Чемпионов. Как там они выступят, да? Представьте, Бенфика с Зенит между собой сыграют. Это если брать уже шире противостояние с Португалией, да? У Португалии Порту свалился в Лигу Европы. Тоже очень серьезный коллектив, прямо скажем, согласитесь, да? И может далеко пройти. Брага у Португалии здесь играет. Когда-то они между собой, между прочим, в финале играли. Вот три коллектива у Португалии. Белененсеш может еще пройти. Ситуация очень сложная и многоходовая. Давайте дождемся. Лично я не слишком, ну, скажем так, менее 50% оцениваю шансы нашей команды, наших команд, и как и в целом получается, да, нашей федерации, обогнать Францию уже в этом сезоне. По итогам следующего сезона, если будем выступать так же, как в этом, уже шансы больше. Ну, кто знает, опять же, куда будет развиваться наш футбол, насколько качественными будут те же самые легионеры, насколько Зенит сможет держать ту планку, которую установил в этом сезоне. А пока не очень видно, кто помимо Зенита ЦСКА сможет у нас пробиться в Лигу чемпионов. в следующем сезоне, мне кажется, представители, откровенно говоря, на мой взгляд, будут те же самые, что и в этом сезоне, ну, в общем, что и последние годы. Такая у нас уже статистика есть. Поэтому это вот, что касается матчей, таблиц коэффициентов у Ефа. Как вам игра Астаны? И ваши прогнозы на сегодняшний матч, если вы будете сегодня болеть или переживать, помимо постсоветского пространства. Игра Астаны, ну что, честно, не смотрел игру против Голосарая, но молодцы, мы уже об Астане не раз говорили, она хороший коллектив построила. И здесь есть на чем строить серьезную команду, серьезный футбол. Казахстан прогрессирует, дай бог, так будет дальше. Что касается каких-то сегодняшних еще матчей, за которыми буду следить, искренне желаю успех сербскому партизану в матче с Аугсбургом. Ничья устроит сербов для того, чтобы пройти дальше. Поболею за Тоттенхем в матче против Монако. Хочется, чтобы Тоттенхем шел дальше. Но из-за одной и Манигасков притормозить, напомню, с точки зрения французского клуба. И опять же, абсолютно совпадают мои интересы, интересы российского футбола в плане успеха, пожелания успеха Ливерпулю в игре против Сиона. Меня очень впечатлила игра команды Юргена Клопа в игре Кубка Лиги Английской. Ну и там они хорошо обыграли Саутгем. Надеюсь, в Лиге Европе будет так же. Ну и как обещал, давайте поговорим о создании ночной футбольной лиги. Сегодня вот большая пресс-конференция была, на которой были представители хоккейного Спартака, футбольного Спартака, мини-футбольного Спартака. Пожелаем, чтобы под единым брендом вместе сотрудничали команды. Эта тема будет по полной развита в нашем топ-спорте. Через 20 минут Алексей Золин и Артем Дроздов будут говорить об объединении вообще таком, о едином болении за какой-то бренд, а не за одну какую-то команду. Оставайтесь с нами. Очень интересная, широкая тема. Но помимо этого, Александр Якушев, представитель Победительского совета хоккейного клуба Спартак, сказал о скором создании ночной футбольной лиги по аналогу с ночной хоккейной лиги. Давайте послушаем его слова. Прямая речь. Скорее всего, в самое ближайшее время создастся НФЛ, это ночная футбольная лига, по аналогии ночной хоккейной лиги. Будут играть на маленьких площадках, то есть мини-футбол. Это охватит, наверное, всю Россию. Я даже боюсь, сколько команд будет возрастом. Значит, дивизионы будут 40+. Также любительские команды, любители будут играть. Какие-то отклонения будут в допуске профессионалов. Но это детали. Самое главное то, что уже добро получено. И Сергей Кузугетович дал добро на это дело. И Сергей Викторович Лавров дал добро. Теперь только одного человека это получить добро. И футбольная лига, в общем-то, запустится. Вновь и вновь переносимся на дороги Москвы. 7 баллов по-прежнему по оценке портала Яндекс.Пробки. Пробки очень серьезные в нашем городе. Крупнейшая на третьем транспорте на внутренней стороне от Комсомольского проспекта до улицы Нижняя Масловка. Скорость потока 7 км в час. Полтора часа вы будете здесь ехать отрезок в 10 км. МКАД внешняя сторона от Сколковского шоссе до Профсоюзной улицы свыше часа. Ломоносовский проспект от Мичуринского проспекта до Ленинского час 10 минут. Спорт.ФМ 100% футбола 100% футбола. Вот так вот в моем завершении предыдущего сегмента нашего эфира послушали председателя Попечельского совета хоккейного клуба Спартак Москва Александра Якушева. Одного из идейных вдохновителей ночной хоккейной лиги. Ну вот он говорил о ночной футбольной лиге. Да, НФЛ будет, конечно, забавное название. Если кто следит за американским футболом, сказать об этом игрокам в американский футбол, да, как на самом деле НФЛ расшифровывается, они, наверное, улыбнутся. Но с другой стороны, это уже издержки, что называется, аббревиатуры и разных языков НФЛ, ее создание. Еще раз всех мы поздравляем с Днем Футбола Международном сегодня. Поэтому, думаю, такое объявление в День Футбола, оно очень правильно. И очень хочется, чтобы эта ночная футбольная лига действительно, ну, как мы понимаем, хоккей очень любят в нашей стране. Это тоже логично. Но хоккей все-таки с точки зрения экипировки, с точки зрения сложности приготовления к игре в хоккей, он иной вид спорта. Футбол, он более прост. Да? Надел какие-то бутсы, там, не бутсы, а кеды. Тем более, мини-футбол собрал нехитрую команду размером в 5-6 человек и отправился играть в удобное для себя время. Поэтому, конечно, я думаю, если это движение приобретет некий массовый характер, все будут только за вот именно футбола и такой ночной футбольной лиги. Так что поддерживаем и мы ждем какого-то действительно официального объявления. Что вы пишете нам на Viber и WhatsApp? Подскажите, как может быть 3,5 раз можно забить полмеча Юрий в очередной раз мы задеваем этот вопрос. 3,5 это такой букмекерский термин. То есть, если забьют 3, вы проиграли. Если забьют 4, вы выиграли. Вот и все. А когда пишут больше трех, то это означает, если забьют 3 меча, то вы получаете ровно те же деньги, что и поставили. Вот в этом и есть разъяснение вопроса. Какой шанс у МЮ в Лиге Европы? Спрашиваете вы у нас. Давайте дождемся жеребьевки, пока Манчестер Юнайтед. Вообще, отношение к Лиге Европы от топ-клубов, в принципе, да, у английских клубов оно такое, достаточно скептическое, особенно к групповому этапу. Ливерпуль я вынесу за скобки в данном случае. Но еще важный момент. Все-таки, когда появилась вот эта дополнительная мотивация в виде путевки в Лигу Чемпионов победителю Лиги Европы, я думаю, что здесь на этот турнир совсем по-другому будут смотреть очень серьезные клубы. Еще раз обращаю внимание, какой коллектив подбирается в Лиге Европы именно на стадии плей-офф. Наполи, Лацио, Атлетик Бильбао, Севилья, Валенсия, Порту, Олимпиакос, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Тоттенхэм, Баруси Дортмунд, Шалькин 0-4, Шахтер, Галатасарай, Байер. Ну, согласитесь, да, это мы сейчас не сказали еще, да, Вильяриал, Рапид Вена, Брага, Сент-Этьен, Краснодар, в конце концов, Мельда. Серьезная коллектива, и сегодня мы получим полную картину по Лиге Европы. Манчестер Юнайтед будет сейной командой в жеребьевке, но вспоминая предыдущий раунд, предыдущий раз, когда Манчестер Юнайтед занял третье место в группе, и как и Манчестер Сити свалился в Лигу Европы, Манчестер Юнайтед очень быстро из этой Лиги Европы вылетел, сыграв, кстати, с Атлетиком из Бильбао. И Баски обыграли в одну, в одну, там просто калитку у Манчестер Юнайтед было явно видно, что на Лигу Европы настроиться МЮ не мог. У топ-клубов матчи в четверг вызывают серьезные вопросы, и поэтому, конечно, здесь я пока выгляжу некоторым пессимистом в отношении шансов английских команд, потому что и Тоттенхэм, и Ливерпуль, и Манчестер Юнайтед будут бороться за четверку, а то и за места повыше в своем внутреннем чемпионате. И одно дело, ты играешь во вторник, в среду, у тебя есть шанс отдохнуть серьезно, да, и другое дело, ты играешь четверг, и потом в скомканном состоянии играешь уже внутренний чемпионат. Поэтому не могу вам однозначно ответить на вопрос, что да, МЮ будет переть вперед, давайте сначала получим первого соперника МЮ по Лиге Европы, и посмотрим, какой состав будет выставляться. Сейчас, на данную секунду, особенно учитывая, какие за... близки к четвертой победе подряд на групповом этапе Лиги... Лиги. Конечно же, чемпионаты мира по гандболу в Дании. Ну, а мы к Лиге Европы возвращаемся. Чуть более двух часов остается до начала матча в Бордо и в Азербайджане. И вот сейчас в Азербайджан-то мы и перенесемся. У нас на связи пресс-старше футбольного клуба Краснодар Денис Данильченко. Интервью. Денис, приветствуем. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну что, как настроение, как погода в Азербайджане, как обстановка вокруг игры? Вы знаете, на все три вопроса я могу... Ну, конечно, погода может быть и желала бы лучшего, но мы не будем забывать, что уже середина декабря и даже для Азербайджана это зима. Сейчас температура воздуха градусов 8-9, выше нуля, дождя не предвидится. Так что, в общем-то, в целом, я считаю, для футбола погода вполне приемлема, если не сказать больше. Очень хорошее настроение у игроков Краснодара, вы знаете, что достаточно уверенно команда проводит концовку сезона, как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Место в течение стадии плей-офф она себе уже обеспечила, и вот сегодня будет решать, каким будет это место, и, соответственно, какой посев команда получит при жеребьевке. Все очень просто, победа гарантирует, что Краснодар попадет в число 16-ти сейных, именно к этому и будут сегодня быки стремиться. Но что касается обстановки в Баку, ну, знаете, ажиотажа никакого здесь нет. Во-первых, Габалат все-таки команда не бакинская, во-вторых, как удалось здесь узнать, в Азербайджане очень любят футбол, но не азербайджанский. На матчи местного чемпионата собираются в среднем 2,5-3 тысячи зрителей, здесь жалуют больше футбол зарубежный, в том числе и российский, в общем, к нему тоже с уважением относятся. Ну, а в числе самых любимых чемпионатов здесь, конечно же, английский, испанский и немецкий. Денис, вопрос по составу Краснодара. Вы так периодически нам раскрываете карты иногда. Сейчас, конечно, до матча еще больше двух часов, но, может быть, есть уже какие-то точки, какие-то моменты, какие-то люди, которых можно с уверенностью сказать, они сыграют, а вот этот, допустим, нет? Да, есть, безусловно. Начну вроде бы с такой негативной затравочки. Дело в том, что на последних тренировках получили повреждения очень важные игроки основного состава Павел Мамаев и Шарль Кабарей. До последнего было непонятно, смогут ли они вообще принять участие в игре, но могу их поклонников, вообще поклонников Краснодара успокоить. Они не только примут участие, оба выходят в стартовом составе. Что касается тех, кто не приехал, ну, вчера на пресс-конференции об этом Олег Кононов уже объявил. Три человека травмированы. Это Ари, Быстров и Торбинский. Они не прилетели в Азербайджан, они не сыграют, но и без них состав вполне себе боевой подготовил Олег Кононов на эту игру. Опять же, вчера на пресс-конференции он признался, что время экспериментов не пришло, и он не собирается экспериментировать, а будет играть на победу, и действительно, не буду я раскрывать сейчас весь состав, но скажу, что он практически боевой, и места экспериментов действительно в нем нет. Что касается вот такого настроения футболистов, есть ли, ну, обязательный вопрос, есть ли некий отпускной момент или концентрация на последнем матче сезона полнейшая? Ну, наверное, если я скажу, что футболисты не думают об отпуске в последний день, рабочий день года для себя, я покривлю против истин. Конечно же, у всех, наверное, присутствует уже какое-то в той или иной степени отпускное настроение. Человеческую натуру просто не приделать. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что все уже видят себя где-то в теплых странах. Нет, все прекрасно понимают, что, во-первых, победа позволит занять, как я уже сказал, первое место в группе, и получить приоритет при жеребьевке. Во-вторых, не будем забывать такой немаловажный фактор, что выигрыш позволит обойти в группе никого-нибудь оборачиваться. Извините, извините, веха уже на все времена, что называется. Ну, и третий момент, все-таки премиальный их никто никогда не отменял. Они премиальные за победу. Так что, я думаю, что все будут настроены сегодня только на положительный исход этого матча. Ну, мы пожелаем удачи, Денис. Спасибо большое за исчерпывающую, практически исчерпывающую информацию. Денис Данильченко, предсторожен футбольного клуба «Краснодар». В прямом эфире 100% футбола из Баку, где сегодня состоится матч «Габала-Краснодар», венчающий групповой этап для нашего черно-зеленого клуба. Краснодарцы уже вышли в следующий раунд, но действительно еще борются за первую строчку. Факт, что в Лиге Европы при жеребьевке Лиги Европы 1-16 финала первая строчка не значит так много, как при жеребьевке Лиги Чемпионов. Однако же, если Краснодар займет первое место, он избежит встречи такими клубами в 1-16, как Манчестер Юнайтед, как Байер, как Олимпиакос, как Порто, Наполи, Латсо, Базель и Атлетик Бильбао. И вновь на дороге Москвы мы переносимся. По-прежнему пробки очень серьезные на улице города. 7 баллов по оценке портала Яндекс.Пробки. Самое главное из них, самое тяжелое место проезда это Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона от Комсомольского проспекта до улицы Нижняя Масловка. Скорость потока 7 км в час всего на полтора часа. Вы на этом отрезке будете ехать. МКАД внешняя сторона от Сколковского шоссе до Просоюзной улицы тоже тяжело больше часа и больше часа на проспекте Мира от Третьего транспортного до улицы Докукина. СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА вот буквально несколько полчаса назад у нас был в эфире кусочек интервью с Александром Ташаевым и вот несколько минут назад пришла информация о том, что Московская Динамо объявила о продлении контракта с Александром Ташаевым до лета 2018 года. Вот так вот Александр Ташаев уже хороший год провел в составе клуба и продолжает Динамо свою политику по перезаключению контрактов с молодыми талантливыми футболистами. Ну и слышали вы информацию по поводу отчислений сборной Франции Карима Бензема из-за дела Матьёва-Льбуина. Ну, как вы знаете, что это решение главы Федерации футбола Франции Ноэля Легрета и посмотрим насколько развитие событий повлияет на наличие Карима Бензема в составе сборной на Евро-20 в 16. Но ситуация должна для этого измениться, чтобы он оказался в заявке на чемпионат Европы. Посмотрим, сумеют ли Бензема, Бальбуина, другие какие-то люди эту ситуацию изменить. По мне, это серьезный удар по французской национальной команде, чтобы по Бензема не говорили. Ну что же, я потихоньку эту часть своего эфира буду завершать. Подведем итоги голосования. Спрашивали мы вас сегодня, сумеют ли три российских клуба пройти в плейф Лиги Европы. 40% за то, что сумеют. 60% за то, что нет. Поболеем за наших по полной программе. Сейчас встречайте ТОП-спорт. Интереснейшая тема будет у Алексея Золина и Артема Дроздова. Я же с вами услышаюсь уже в 23.05. Поболеем вместе за «Локомотив». Спонсор рубрики «Зао МПК». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Реклама Раз, два, три, четыре, пять. Вышли дети погулять, танцевали, хором пели. Дети, как вы все успели? А в ответ они сказали «Все это в одном квартале». Жилой квартал «Среда». Рядом с метро. В десяти минутах от Садового кольца. Новая среда для рождения гениев. И гармоничной жизни взрослых. При покупке квартиры полмиллиона рублей в подарок. Звоните. 495-800-1202. Девелопер проекта группа «ПСН». Подробности и проектная декларация на сайте средадефисквартал.ру. Поехать хочешь за границу? На цены лучше посмотри. В карауте ты можешь закупить цены хуже, чем в Дьюти-фри. 12 и 13 декабря 2015 года в карауте скидка 18%. Подробности на кодефисраута.ру. Хамелеон. Новый портал и мобильное приложение. Хамелеон. Новый. Яркий. Для тебя. Интернет-радио всех стилей, жанров и направлений. Уникальный видеоканал. Звезды, кино, красота и не только. Интересные события со всего света. Заходи на сайт или загружай приложение. Портал хамелеон.фм. Теперь везде, где есть интернет, теперь везде, где есть ты. Хамелеон делает твой день ярче. 12+. Русская теннисная академия это профессиональная школа тенниса для детей и взрослых, а также фитнес-студия и клуб единоборств Сенсей. Все лучшее для вас. Русская теннисная академия. Киевское шоссе. Деревня Рогозинино. Телефон 8495-840-98-80. Мы ведем включение из офиса Сент-Петер-Лайн, где был зафиксирован сенсационно низкий курс 55 рублей за евро на новогодние круизы. Обратимся к посетителям офиса. Вы приобрели новогодний круиз по курсу 55 рублей за евро. И я, и вот друзья мои тоже. И вы бронируете. Количество же мест ограничено. Устройте сказочный Новый год на паромах Сент-Петер-Лайн из Петербурга в Хельсинки, Скокгольм и Таллинн и Ригу. Отправляемся 30, 31 декабря, а также 2, 3 и 7 января. Бронируйте в турагентствах города на сайте stpeterline.com или звоните 8800-333-51-15. Дорогой Дедушка Мороз, надоело жить с мамой. Витя, 40 минут. Пока вы пишете пожелания, Эталон Инвест уже исполняет их. Скидка 10% на квартиры в Москве и Красногорске только до конца декабря. Звоните. Код 495-37 и 5 восьмерок. ОАО «Эталон Инвест». Вот это я понимаю. Взял и купил. А я о своей квартире только мечтаю. Пора исполнить мечту. Ведь ипотека в Московском кредитном банке на вторичные квартиры теперь по очень привлекательным условиям. Ставка небось ого-го? До конца января 13,5%. Уже выбрал квартиру мечты? Для тех, кто мечтает встретить Новый год в новой квартире, мы рассмотрим заявку за три дня. ОАО «Московский кредитный банк». Пора исполнить мечту. Подробнее на мкб.ру. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495.